Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и ознакомиться с их автобиографией. Альфредо Венесуэлла Уэльма, один из самых известных живописцев Чили и один из четырех участников, известных как «Великие чилийские мастера». Я пользуюсь Википедией переводной. Родился в Альпарисо 8 февраля 1856 года. Проявил талант и интерес к искусству с раннего возраста. В возрасте 12 лет посещал Академию живописи Сантьяго Чили, где учился у Эрнеста Кирбаха и Хуана Мотти. Первые несколько лет он совмещал художественное образование с изучением медицины. Между 1881 и 1885 годами он получил стипендию от правительства Чили для продолжения обучения искусству мастерской Бенджамина Константа в Париже. Посещал курс Анатомия в Сарбоне, где познакомился с движениями, которые впоследствии произвели революцию в истории искусства. Однако именно работы испанских мастеров, которые он копировал в Лувре, произвели на него самое глубокое впечатление и оказали большое влияние на его стиль. В 1887 году во второй раз выиграл стипендию для обучения в Париже, на этот раз в мастерской Жанна Поле Лоренцо. Во время учебы во Франции и по возвращению в Чили он представлял свои работы для участия в большинстве художественных галерей и конкурсов в Сантьяго и несколько раз получал награды. В течение последних десятилетий XIX века жил в Пальпараисо, где играл активную роль администратора в театре «Ла Виктория», а также руководил художественными выставками. Совершил последнюю поездку во Францию в 1907 году и больше не возвращался в Чили. Страдал от постоянной депрессии и психического заболевания, которые оставили его без средств к существованию и в конечном итоге привели к смерти в возрасте 53 лет. Позже его останки были репатриированы в Чили и почтены на торжественной церемонии, состоявшейся в главном зале Национального музея изобразительных искусств. Хотя формально он не занимался преподавательской деятельностью, среди его учеников были художники Хелсби и Иокарпио Эспиноса. Успешно развивал реалистическую технику, основанную на каноне академического искусства. Работал маслом, писал самые разнообразные сюжеты, такие как пейзажи, интерьеры, портреты, натюрморты и особенно обнаженную натуру. Умер, как я уже говорил, 27 октября 1909 года. Вот так вкратце о одном из самых известных живописцев в Чили, Альфредо Эльсуэла Пуэльма. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok